С вами Николай Пивненко в проекте Дата. Сегодня 20 августа. У родившихся в этот день 1719 год. Христиан Майер приходит в этот мир. Немецкий астроном, составивший в 1779 году первый каталог так называемых двойных звезд. 1779 год. Родился шведский ученый Йенс Якоб Перцеллиус, придумавший обозначение химических элементов первыми буквами их греческих или латинских названий. В 1813 году родился русский писатель Владимир Александрович Сологуб. Он творил то время, когда русская философская мысль была разделена на два направления. Западники, яркими представителями которого в литературе явились Тургенев и Герцем, и славянофилы Хомяков, братья Киреевские. Спор этих направлений писатель и отразил в своей самой знаменитой повести «Тарантас». В 1847 году родился Болеслав Прус. Настоящее имя Александр Гловацкий. Крупнейший польский прозаик 19 века. 1932 год. Рождается Василий Аксенов. Дитя оттепели и джаза. Литературный «Стиляга» и автор журнала «Юность» знаменитого периода главного редакторства Валентина Катаева. В 1980-м Аксенов эмигрировал в США. Америка обнаружила преподавательские способности писателя, а перестройка заставила искать новые формы воплощения. 1937 год. День рождения Андрея или Андрона Сергеевича Михалкова-Кончаловского, российского американского кинорежиссера и сценариста. В 1944 году родился Раджив Ганди, премьер-министр Индии с 1984 после убийства его матери Индиры Ганди до ноября 1989. Будучи премьером, столкнулся с растущим недовольством элиты своей партии и недостатком заинтересованности в решении социальных проблем. Роберт Плант, вокалист группы Led Zeppelin, родился в 1948 году. Ну а теперь о некоторых событиях этого дня. 1741. Витус Беринг в ходе второй камчатской экспедиции открывает полуостров Аляска. До 1867 года он входил в состав Российской империи. В 1915 год, 20 августа, в уездном городе Малоярославца Калужской губернии по объявленному в связи с войной досрочному призыву был принят в армию 18-летний уроженец окрестной деревеньки Стрелковки, мастер-скорняк и толковый приказчик одного из меховых магазинов в центре Москвы Георгий Жуков. Формальности на призывном пункте занимают считанные минуты и будущего маршала Советского Союза записывают в кавалерию на зависть приятелям, коих всех без исключения направили в пехоту. 1918 год. В ЦИК принимает декрет об отмене частной собственности на недвижимость в городах, по которому начинается передел собственности, причем не только владений бывших угнетателей, а всех, кого угодно. 1940 год. Считается, что в этот день по приказу Сталина испанец «Меркадер» в Мехико наносит смертельный удар ледорубом по черепу льва Троцкого. Троцкий, как предчувствовал, когда писал в 1936 году о Сталине, он стремится нанести удар не по идеям своего оппонента, а по его черепу. 1945 год. После атомной бомбардировки американцами Хиросимы и Нагасаки, Политбюро и Комитет обороны принимают решение о кардинальной реорганизации работы по атомной энергии. Проблеме номер один. Создается спецкомитет правительства с чрезвычайными полномочиями. Лаврентий Берия назначается его председателем. В него войдут члены Политбюро Маленков, Вознесенский, Академики Курчатов и Капица. 29 августа 1949 года на ядерном полигоне под Семипалатинском будет произведен взрыв первой в СССР атомной бомбы. 1956 год. В СССР создается ДСААФ – Общероссийская общественно-государственная организация Добровольное общество о содействии армии, авиации и флоту России. Членом мог быть любой гражданин СССР, достигший 14-летнего возраста. Общество занималось военно-патриотическим и интернациональным воспитанием трудящихся и учащейся молодежи, подготовкой специалистов, естественно, для вооруженных сил и кадров массовых технических профессий для народного хозяйства, развитием технических и прикладных видов спорта. 1968 год. В ночь с 20 на 21 августа на территорию Чехословакии вступают войска пяти государств участников Варшавского договора. Формально поводом для ввода войск явилось приглашение группы просоветских чешских функционеров, которые выступали против модели социализма с гуманным лицом. Ну и самое последнее. 1980 год. Уходит из жизни популярный французский певец Шансонье и композитор Джо Дассен. Пластинки с записями песен превосходили миллионные тиражи. Одна за другой рождались песни, теперь уже вошедшие в золотой фонд 20 века. В 1973 году у его первой супруги произошли преждевременные роды. Ребенок умирает через пять дней. Дассен погружается в тяжелейшую депрессию, его популярность постепенно спадает. Однако в 1975 продюсер предлагает ему спеть свою версию хита «Тото Кутуньо», которая получает название «Индийское лето». Песня стала самым популярным хитом за всю карьеру Дассена. Ее международному успеху не помешал даже французский язык. В 1977 он сошелся с Кристин де Льво, на которой женился в январе следующего года. Дассен прощает своей новой спутнице, ее пристрастие к спиртному и наркотикам, разрешает распоряжаться сборами от концертов и продаж его песен. Однако постепенно певец устает от ссор больше, чем от своей работы. 11 июля 1980 года Дассену становится плохо на сцене в Каннах, где он буквально побледнел на глазах у публики. Ему делают укол и он возвращается к зрителям. Сойдя со сцены, он теряет сознание и госпитализирован в больницу, где ему ставят диагноз «инфаркт миокарда». После выписки он отправляется на Таити, чтобы поправить здоровье. Однако во время транзитной пересадки между Парижем и Папаэто у певца случился еще один сердечный приступ. Третий произошел прямо во время обеда в ресторане. После нескольких неудачных попыток реаниматоров врачи констатировали смерть Джо Дассена по пути в госпиталь в возрасте всего-то 42 лет. Его похоронили на Голливудском кладбище. Могила певца, который на протяжении всей карьеры хранил втайне свою личную жизнь, до сих пор остается закрытой для публичного посещения. С вами был Николай Певненко в проекте «Дата».